Каждое утро – это шанс начать все с чистого листа и достичь того, что задумали. А вдохновят вас на новые подвиги и интересные истории, удивительные факты и самые хорошие новости. Ведь на Солнце ТВ – самая ранняя развлекательная передача. В студии Ева Чучешвили просыпаемся, сахалинцы. Цифровой митинг трудящихся и другие новости. Узнаем, что обсуждают пользователи социальных сетей. Время сюрпризов. Специалисты компании «Строй Сах Риэлтор» порадуют своих клиентов подарками. Об этом не расскажут в учебниках. Яков Маскаев вызовет ностальгию по сахалину времен 90-х. Держитесь за фартуки. Владимир Голованов приготовит красную рыбу на подушке из ананасов. Сложно поверить, что с начала года прошло уже 124 дня. Сегодня в России и в мире отмечают много интересных праздников. Верят в самые разные приметы и проводят кучу странных, а порой даже забавных обрядов. Обо всем этом мы узнаем в рубрике «Народный календарь». 4 мая во всем мире отмечают Международный день пожарных. Торжественная дата связана с событиями декабря 1998 года. Тогда, во время тушения бушевавших в Австралии пожаров, погибли пятеро сотрудников при исполнении. Эта трагедия была не первая, но именно она подтолкнула неравнодушных людей учредить праздник. Его символом стала красно-голубая лента. Цвета означают переплетение огня и воды. 4 мая 1961 года в СССР приняли указ об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими паразитический образ жизни. Простыми словами, с тунеядцами. Всех, кто бездельничал и не работал в течение четырех месяцев в году, отправляли трудиться в принудительном порядке. В 1970-м этот закон включили в Уголовный кодекс. Не работать разрешали только домохозяйкам с детьми. Компания по борьбе с бездельниками особых результатов не принесла, но просуществовала 30 лет. Сегодня отмечают именины Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков и Ян. С рождения они наделены незаурядными творческими способностями. Легко могут стать известными художниками, скульпторами, актерами. Также они не любят ошибаться, но если это вдруг случится, то не станут искать виновных вокруг. Всю ответственность берут на себя. 4 мая наши предки не ходили в гости. Считали, что так уйдет удача. Старались не распахивать окна и двери. В дом проникли нечистая сила. Также древние славяне верили, что можно серьезно заболеть, если попадешь в начале мая под дождь. Вещи красного цвета прятали в сундуки. Они, согласно предметам, приведут к семейному разладу. Кроме того, предки верили, что в четвертый день последнего весеннего месяца категорически нельзя рубить деревья. Иначе наступит голод. К памятнику Владимиру Жириновскому на цифровое 1 мая в Майнкрафт пришли 12 тысяч пользователей. Скульптуру из цифровых кубиков в популярной игре построили 25 апреля, ко дню рождения политика. А в день солидарности трудящихся сервер не выдержал число поклонников покойного лидера ЛДПР и рухнул. Это было первое мероприятие такого рода. Организаторы необычной демонстрации заявили, что она призвана обратить внимание на роль цифровой среды в современном обществе. Другие интересные новости в нашем обзоре социальных сетей. В Краснодарском крае поймали лихого водителя, который управлял ванной. Транспортное средство мужчина соорудил из того, что было. К резервуару прикрепил колеса, поставил двигатель от мопеда, руль вмонтировал в слив. Чудо-техника не проехало и пару метров, как ее засекли сотрудники госавтоинспекции. Прав у водителя не оказалось, к тому же он был в нетрезвом состоянии. Мужчину быстро привели в чувство, а ванну отправили на штрафстоянку. В Южной Корее студент съел банан за 10 миллионов рублей. Инцидент произошел в Сеульском музее. Фрукт был частью экспозиции итальянского художника Маурицио Катилана. Парень по имени Но Хён Су открепил банан от стены и съел, а кожуру вернул на место. Представители музея и авторы аппетитного шедевра не стали выдвигать студенту претензий. Экспонаты так заменяют каждые три дня. Хён Су же объяснил свой поступок просто – он был голоден. В кинотеатр на Аляске заглянул лось. По словам очевидцев, его приманил ароматный запах неизвестной еды. Первым делом с Ахатой отправился не покупать билеты, а жевать попкорн. Вызывать службу спасения сотрудникам не потребовалось. Как только необычный киноман наелся, он покинул здание. Американский инженер научил свое комнатное растение просить воду и быстро об этом пожалел. Парень установил в горшок с землей датчик влажности, подключенный к динамику. Если почва становится сухой, механизм утробным криком призывает хозяина долить воды. Интересные новости и факты узнали. Теперь передадим слово нашим экспертам. На очереди рубрика со специалистами компании «Строй Сах Риэлтор». Сегодня они будут раздавать подарки. Привет, друзья! Меня зовут Олеся Недоступова. Я специалист по недвижимости компании «Строй Сах Риэлтор». И сегодня у нас необычный день. Сегодня мы дарим подарки нашим клиентам. Ну что, поехали? Мы находимся с вами в СНТ «Солнечный», который находится в районе Охотской трассы. Дом строили всю зиму. Дом каркасный, на бетонной плите. Давайте пройдем и посмотрим, что же у нас получилось. На 80 квадратных метрах располагается кухня-гостиная. Очень популярный вариант планировки. Также здесь есть две спальни, санузел, гардеробная – мечта всех женщин. И, конечно же, бойлерная, где прячутся все инженерные сети. Стоимость земельного участка и строительство самого дома покрыла ипотека. Ремонт выполняла наша бригада. Ремонт был выполнен в подарок. Мы хотим поблагодарить вас, что вы выбрали именно нашу компанию. Что мы исполнили вашу мечту. И мы хотим подарить вам сертификат на приобретение бытовой техники на 20 тысяч рублей. Спасибо. Еще подарочки. Ложка для тех, кто может согнуться, кто не может разогнуться. Всегда пригодится в быту. На четвертом месте в нашем ТОПе дом площадью 200 квадратных метров из газоблока. Заказчица всегда мечтала иметь загородное жилье и просила не торопиться. Мы строили не спеша, основательно. Сейчас здесь идет ремонт. С нетерпением ждем, когда вы переедете в свой шикарный дом. И чтобы ускорить процесс переезда, мы вручаем вам сертификат на 30 тысяч рублей на приобретение техники. И дарим вам небольшие скромные подарочки. Спасибо. Кому достанется следующий подарок, для меня неизвестно. Конверт по инструкции я должна открыть именно здесь. И давайте узнаем, кто счастливый обладатель сертификата на 45 тысяч рублей на приобретение бытовой техники. Поздравляю вас с выигрышем. Благодарю. Изначально я была клиентом данной компании и построила вот этот чудесный дом для своей большой семьи. И компания мне вручила тоже подарок, и мне очень-очень это приятно. В нашем рейтинге данный дом занимает второе место. Это каркасный дом на бетонной плите, который мы построили для очаровательной семьи с ребенком. Они выигрывают сертификат на 75 тысяч рублей на приобретение бытовой техники. Получат они его в нашем новом офисе по адресу больничная 2, дробь 1. Мы находимся с вами в СНТ «Дельфин». Это район Владимировки, где мы построили шикарный каркасный дом на бетонной плите, который занял в нашем рейтинге первое место. Дом строился по индивидуальному проекту заказчика. Здесь есть построенные спальни, кухня-гостиная, своя терраса, несколько санузлов и гараж. Также здесь есть возможность использовать площадь под крышей, как мансардный этаж. Благодарность за то, что вы выбрали именно нашу компанию. Мы дарим вам сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение бытовой техники, лопатку и подарок. Спасибо большое. Благодарим вас. Ну что, друзья, на сегодня наши подарки подошли к концу. Мы всех вас ждем в нашем офисе, в новом офисе, который находится по адресу больничная 2, дробь 1, на бесплатную консультацию и подачу на ипотеку. Пришло время новой рубрики. Раз в месяц наш земляк Яков Маскаев будет рассказывать о сахалинской истории и интереснее, чем ее описывают в учебниках. Сегодня он затронет 1991 год. Смотрим. Ну что тебе сказать про сахалин? Всем привет. История? Что вы знаете о ней? Нудные уроки в школе? А может быть, рассказы родителей о том, что было когда-то тогда? А что вы знаете о истории развития Сахалина? Я надеюсь, что немало. В нашем блоге мы хотели бы рассказать о современной истории развития Сахалина. Это не научный труд. Это сбор фактов и событий, которые определили жизнь сахалинцев здесь и сейчас. Факты и события, которые мы предлагаем оценивать только вам. 90-е – это, без сомнения, эпоха перемен. Бери от жизни все. Мы угадываем желания. Заряжай мозги. Если они есть. Но до этих капиталистических плюшек еще нужно было добраться. Перестроиться. И вот в 1991 году, под тяжестью противоречий и нерешенных проблем, Советский Союз таки перестроился. И... Распался. Страна, как известно, у нас большая. И хоть некоторые регионы по понятным причинам не могли участвовать в событиях, произошедших в Москве в середине августа 1991 года. Поводы быть недовольными властью были у многих. Сахалинская область – не исключение. Но учитывая территориальную отдаленность, низкий уровень социально-экономической инфраструктуры, нестабильный баланс положительной и отрицательной миграции, причины были весьма специфичны. И вот с них бы нам и хотелось начать. К 1990 году люди, приехавшие на время, чтобы подзаработать, иногда вопреки своей воле, были вынуждены остаться на Сахалине навсегда. Именно в это время в народе формируются такие понятия, как запад, центр, материк, применительно к материковой части суши России. В 1990 году в Южно-Сахалинске формируется политическая организация «Демократическое движение за перестройку», что фактически положило начало формированию публичной политики и гражданского общества в нашем регионе. В июле 1990 года главой администрации Сахалинской области Федорову при поддержке демократического движения за перестройку выдвигалась концепция территориального эксперимента, где среди прочих положений было создание на Сахалине зоны свободного предпринимательства, что фактически повышало уровень области до статуса союзной республики. Планы по созданию зоны свободного предпринимательства так и не были реализованы. В 1993 году обвиненный в неспособности управлять регионом Федоров покинул пост губернатора. Существовавшая в СССР с 1934 года пограничная зона к 70-м насчитывала огромные территории, в том числе и Сахалинскую область. То есть въезд на территорию острова осуществлялся строго по пропускам. Например, по приглашению для знакомых или родственников или командировочное удостоверение для деловых поездок. А получить это удостоверение можно было в отделении милиции по месту прописки. Сейчас пропуск нужно получать для въезда на все острова области, кроме Сахалина. По мнению общественности, упрощенный въезд граждан из других регионов должен был усугубить криминогенную обстановку и привести к разгулу спекуляции, ухудшению ситуации в социальной сфере. 17 марта 1991 года был проведен опрос среди населения. На вопрос, считаете ли вы необходимым временно сохранить пограничный режим на объезд в Сахалинскую область? За проголосовало 90,9%, против 7,5%. Реакции центра не последовало. Постановление осталось в силе. Это, пожалуй, самые значимые и волнующие события нашего региона на начало десятилетия. И вот в августе 1991 года в Москве произойдет то, что впоследствии назовут последней русской революцией 20 века. На Сахалине все усугублялось информационным коллапсом, обусловленным территориальной отдаленностью. Накануне 22 августа на Сахалине проходит фестиваль художественных коллективов КНДР, Республики Корея и Сахалина, где в официальной речи глава корейской делегации отметил, что за счет туризма остров Сахалин можно превратить в Гавайи. В газете «Советский Сахалин» публикуется хронология событий августовского путча. 24 августа 1991 года бюро Сахалинского обкома КП РСФСР собрало свое последнее заседание. Члены президиума и председатели Южно-Сахалинского городского совета, сославшись на указ Бориса Ельцина о приостановлении деятельности КПСС, предложил прекратить заседание бюро и всем партийным работникам покинуть помещение. Последнее заседание Сахалинского обкома КП РСФСР продлилось 5 минут. В ноябре 1991 года таможенный комитет СССР издал приказ, разрешавший частным лицам беспошлиный ввоз одного автомобиля. И рынок японских машин в прямом смысле хлынул на остров. Иномарка, или как говорят на Сахалине, японка, перестает быть единичным явлением и становится реально массовым. То есть в среднем граждане теперь могли по цене новеньких «Жигулей» приобрести поддержанную машину японского производства. Цены на иномарке указывались в «УЕ», неких условных единицах, под которыми подразумевались доллары США. Ввоз машин в России вырос с нескольких тысяч в 1991 году до более чем 100 тысяч в 1992 году. Российский автопром впервые столкнулся с конкуренцией, бороться с которой снова пришлось таможне. Уже в июне 1992 года были введены импортные пошлины. 15% таможенной стоимости для новых машин и 25% для поддержанных. 8 декабря 1991 года лидеры России, Белоруссии, Украины заявили о создании Содружества Независимых Государств. Советский Союз распался. Михаил Горбачев был вынужден сложить свои полномочия и подать в отставку. Сахалинская область вступала в новый этап отечественной истории, но в составе уже совершенно другого государства. В 2021 году Всероссийским Центром изучения общественного мнения был проведен опрос россиян. 30 лет без СССР. 82% опрошенных знают, как расшифровывается аббревиатура СССР. 18% не знают. 6% опрошенных россиян смогли назвать 15 союзных республик. 27% не смогли назвать ни одной союзной республики. Меня зовут Яков Маскаев. Это был наш первый ненаучный исторический очерк о жизни сахалинцев в 1991 году. Мы старались. Нам интересно ваше мнение. Обратная связь под видео. Спасибо, что посмотрели. Всем пока. Поздравляем Якова с дебютом на телевидении. Теперь подкрепимся. Многие известные люди считают завтрак самой важной едой дня. Например, Хуинстон Черчилль любил яичницу с беконом, а Элвис Пресли предпочитал жареные бананы с арахисовым маслом. Однако утренний прием пищи может быть не только вкусным, но и красивым. Фотографии блюд, которые готовят в кулинарной студии «Трюфель» можно выкладывать в социальные сети. Убедимся в этом вместе с Владимиром Головановым. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Голованов. Я являюсь шеф-поваром кулинарной студии «Трюфель». И сегодня мы с вами приготовим стейки из лосося на подушке из ананаса. Для этого нам потребуется лосось, ананас, оливковое масло и специи. Для начала мы замаринуем наш лосось. Маринуем его очень просто. Это соль и перец, и масло. Хорошенечко замариновали. Тут даже можно опустить наши ананасики. Предварительно порезал. Для лосося вообще ананасовая кислота это очень гармонично сочетается со вкусом. Если брать лимон, то лимон он подваривает рыбу. Соответственно, вкус уже будет не тот. А ананас, наоборот, он дополняет лосось. Очень рекомендую. Сковородку и гриль хорошенечко разогрели, чтобы у нас получились красивые полосочки. На сковороду гриль никогда не бьется маслом. Продукт маринуется в масле и уже после жарится. Если мы нальем туда масло, то продукт уже будет не жариться, а подвариваться. Уже получится не тот эффект, который нам нужен. Лосось жарится, в принципе, быстро. 3-5 минут буквально. Появляется полосочка, уже одна сторона, в принципе, готова. Наш ананас мы слегка карамелизуем. Сделаем такую карамельечку. Для этого нам потребуется сахар. Буквально чуть-чуть присыпали. Получится эффект карамели. Наш лосось готов. Приступаем к укорке бюро. Ананас выкладываем в центр тарелки. На него выкладываем наш стейк с лосося. Украсить можно немножко паприкой, немножко зеленого масла и чуть-чуть перчика. Наше блюдо готово. Приятного аппетита. Можно пробовать. Отправьтесь в гастрономическое приключение на мастер-классах в кулинарной студии «Трюфель». Под руководством профессиональных поваров вы приготовите изысканные блюда различных кухонь мира и отлично проведете время в приятной компании. Утренняя зарядка улучшает настроение и повышает работоспособность. После физической активности мы чувствуем себя бодрее и готовы к новым достижениям. Так что начнем день с пользы для здоровья. Слово Екатерине Баландиной. Доброе утро. Сегодня мы с вами поработаем с мышцами внутренней части бедра. Очень многие девчонки задают вопрос, почему они, допустим, в тренажерном зале делают сведение-отведение, но эта часть у них не подтягивается. Все просто. Если вам не хватает мобильности в тазобедренном суставе, то, увы, приводящие мышцы бедра будут дряблыми. И я вам сейчас покажу всего лишь два упражнения, которые помогут вам улучшить мобильность тазобедренного сустава. Вы садитесь в зэк-позицию. Одна нога согнута, стопа упирается в колено задней ноги. Вы даете хорошую опору в руки и начинаете делать смену. Ноги перед собой и поменяли. Перед собой поменяли. Восемь-десять раз. После этого также можете дать хорошую опору в руки, либо же их держать перед собой, как вам удобно, и переносить ноги то вправо, то влево. Еще один вариант. Вы садитесь также в зэк-позицию, кладете ладонь себе на одну половинку таза, то есть сюда на бедро, и начинаете как бы прокручивать его то внутрь, то наружу. Внутрь, наружу. Вот таким образом. На одну ногу и на вторую ногу. Это не только улучшит мобильность тазобедренного сустава, а также улучшит работу органов малого таза. Итак, непосредственно переходим к самой тренировке, к самим упражнениям. Выпады в сторону. Вы встаете, стопы ставите параллельно друг к другу, носки направлены вперед. Обязательно следите, чтобы у вас не было разворота стоп наружу, ну или вовнутрь, да? Стопы ставите на комфортном для себя расстоянии. Руки можно для начала пока поставить на пояс. И вы потихоньку двигаетесь, то вправо, то влево. И начинаете ощущать, как у вас включаются приводящие мышцы той ноги, которая будет прямая. Следите за корпусом, чтобы у вас корпус не наклонялся слишком вперед. За макушкой старайтесь вытягиваться вверх. Если вы видите, что у вас колено выходит слегка за носок, это не страшно, не критично. Главное, чтобы у вас колено было со-направлено с носком. То есть колено не сваливается наружу или не уходит внутрь. Колено направлено вперед. Когда вы почувствуете, что вы готовы уходить ниже, ноги можно поставить пошире. И вы двигаетесь, опуская таз ниже. Здесь можно усложнить задачу, добавить, например, пружину. И когда вы находитесь в положении выпада, давите прямой ногой больше в пол и как будто бы стягиваете ее к центру. Тогда вы почувствуете еще большую работу приводящих мышц. И еще один вариант статика. Уходим в выпад. И в этом положении как бы под собой собираем коврик вместе. Находитесь в этом положении буквально 5-8 счетов. Затем переходите на вторую ногу. Также, если вы хотите усложнить, можно добавить отягощение. Вот такой вариант. Делаем выпад. Берем отягощение. Переходим на вторую ногу. Забрасываем вес. Здесь будет у вас еще и плечо работать, и косые системы. Поднимаем вверх. Уходим. Выпад. Поставили. Еще раз. Выпад. Переносим на другую ногу. Плечо. Вверх. Выпад. Поставили. И так повторяем на обе ноги по 15 раз. И еще одно упражнение, которое отлично включит приводящие мышцы бедра в работу, а также вы классно почувствуете работу плеча и мышц пресса, косых мышц пресса. Мы выходим в положение планки на прямой руке. Вы чувствуете хорошую опору в ладонь. Пальцы поставьте пошире. Как будто бы вращая коврик наружу, то есть в данном случае в правую сторону, поскольку я буду стоять на правой руке. Вы почувствуете, как у вас приведется лопатка к ребрам. Левая нога будет у вас выведена чуть вперед. Вы даете хорошую опору на ребро стопы. Не ставьте стопу полностью на пол, так как вы будете травмировать колени. Итак, почувствовали хорошую опору в руку. Вытянулись, столкнулись еще больше от пола. За макушкой вытянулись вперед. Чувствуем опору в стопу, в данном случае в левую. И нижней ногой вы начинаете вышагивать. Вперед, назад. Вперед, назад. Здесь очень классно будет работать в данном случае левая нога. Если вам сложно делать это упражнение, постойте хотя бы просто в этой планочке, не вышагивая. Левая нога спереди, правая сзади. И давите левой ногой больше в пол. Вот такие классные, несложные, но эффективные упражнения, которые помогут подтянуть внутреннюю часть бедра, с которой девчонки так много работают. Я желаю вам хорошего настроения и отличного дня. Пока-пока. Друзья, время нашей программы подошло к концу. Надеюсь, что вы получили массу полезной информации и провели время с пользой. Желаю вам отличного настроения и удачи. Не забывайте, что каждый день это новые возможности и вызовы, которые нужно принимать с улыбкой. В студии была Ева Чучешвили. До скорой встречи на Солнце ТВ. Редактор субтитров А.Семкин